Доверенности можно классифицировать по объему представляемых полномочий. Юридическая наука и практика Казахстана выделяет разовые, специальные и генеральные доверенности, несмотря на то, что подобная классификация напрямую не закреплена в законодательстве Казахстана. Рассмотрим эти виды доверенностей по отдельности. Разовая доверенность выдается на совершение одной конкретной сделки. Специальная доверенность выдается на совершение одного или нескольких видов сделок, тогда как генеральная доверенность выдается на совершение широкого спектра сделок от имени доверителя. Именно генеральные доверенности предусматриваются в пункте 2 статьи 167, где речь идет о доверенности на управление имуществом. В этой же норме предусматривается обязательная нотариальная форма для этого вида доверенностей. То, что генеральная доверенность предоставляет полномочия для совершения широкого круга сделок, еще не означает, что любая сделка может быть совершена в рамках генеральной доверенности. Гражданский кодекс предусматривает специальные виды сделок, для которых должна быть выдана разовая доверенность. Например, полномочия на принятие наследства должно быть специально предусмотрено в доверенности в соответствии с абзацем 3 пунктом 1 статьи 1072.1 Гражданского кодекса Казахстана. Для того, чтобы ответить на вопрос, является ли доверенность разовой, специальной или генеральной, необходимо толковать содержание самой доверенности. Таким образом, принятая в Казахстане классификация очень актуальна. Однако, с учетом международного опыта, в ближайшем будущем можно ожидать увеличения количества видов доверенностей, которые выдаются с различным зафиксированным содержанием. Во-первых, стоит обратить внимание на доверенности, которые выдаются людьми в преклонном возрасте. С учетом роста продолжительности жизни населения Казахстана, будет усиливаться необходимость в регулировании доверенностей, выдаваемых в связи с медленной потерей дееспособности вследствие деменции, а также доверенностей, выдаваемых на принятие решений по лечению. При этом будет существовать серьезная необходимость в регулировании контроля государством осуществления полномочий, предусмотренных такими доверенностями. Еще одним удобным с практической точки зрения видом доверенности, который не нашел своего отражения в законодательстве Казахстана, является прокура. Прокура — это доверенность, которая закреплена в реестре юридических лиц и объем которой юридически закреплен. Таким образом, лицо, вступающее в правоотношения с прокуристом, может полагаться на публичность реестра и знает объем полномочий контрагента, так как объем полномочий закреплен в законодательстве. Таким образом, прокура существенно облегчает гражданский оборот. Она создает наряду с управляющими органами юридического лица новую категорию представителей, объем полномочий которой хотя и уже, но достаточен для подавляющего большинства сделок. И в то же время он законодательно закреплен и известен всему гражданскому обороту. Подведем итог. В зависимости от объема представляемых полномочий право Казахстана делит доверенности на разовые, специальные и генеральные. При этом генеральные доверенности не передают весь объем полномочий. Отдельные действия могут совершаться только в рамках разовых доверенностей. Несмотря на удобство этой классификации, в ближайшем будущем в связи с ростом общественных отношений следует ожидать появления новых видов доверенностей. Так, рост продолжительности жизни вызовет в Казахстане необходимость в специальных доверенностях, которые регулируют деятельность людей преклонного возраста и лиц, страдающих заболеваниями, ограничивающими дееспособность. Наряду с этим, развитие корпоративных отношений и рыночных отношений в целом приведет к необходимости в упрощении представительства юридических лиц. В этой связи казахстанское право может обратиться к опыту немецкого права, где широко применяются прокуры, специальные доверенности, закрепленные в реестре юридических лиц и законодательно определенными полномочиями.